всем доброе утро это карельский подкаст сегодня с нами ирма ивана муланин ирма ивана у нас топонемист института языка литературы и истории собственно говоря ирма ивана всегда работая рядом с вами хотел спросить что такое топонемия зачем она нужна обычному человеку ну и вообще чем вы занимаетесь ну начнем с того что это топонимия поставим ударение правильно есть еще топонимика и мы еще и сами иногда путаем что и что топонимика это наука о географических названиях а топонимия это собственно вот эта совокупность географических названий мир вокруг нас полон названиями мы может быть об этом не задумываемся но на самом деле мы каждый день их употребляем и они нам очень нужны потому что название это адрес вот поэтому они собственно и живут долго адреса потому что адрес не удобно менять адрес поменял и тебя люди поменяли позабыли потеряли вот поэтому название живут очень долго многие и это благо для исследователей потому что благодаря вот этой долгой жизни название мы можем заглянуть туда в очень далекое прошлое в те времена которых у нас не осталось никаких письменных памятников в название нашего анижского озера например да она же очень древняя судя по тому как оно выглядит как оно оформилось как оно звучит по-вепски и аниж да по-руцки и онежская и уже сопоставляя вот эти две формы я понимаю что в русский язык это название было усвоено очень давно когда еще вот этот древний звук в новгородском новгородское время воспроизводить тем не прибалтийско-финский звук воспроизводился как о да это очень далекое время это как вот этих как закрепились имена скандинавские до хельге олег вот это вот того же уровня очень древнего ну а если мы потом начнем разбираться в этой вепской форме и они же то мы уйдем очень далеко будем самское время и даже в просамское мы уйдем такому древнему слову давно утраченного языка который был таким общим предком карельского вепского финского и самского и еще плюс мордовского у нас у нас здесь у нас здесь на нашей территории на нашей территории да да ну то есть это древнее население занимало большую территорию от поборжья до прибалтики и туда уходила скандинавию вот и в этом языке существовало такое слово которое звучало примерно как они и значило оно большой и таким образом наше онежское озеро в сознании тех древних жителей края которые это название дали оно основалось как озеро большое и с ним и и и с ними трудно спорить то это так и есть и вот здесь очень важная вещь на самом деле которая связана с тем а собственно какие признаки лежат в основе названий да вот на что человек обращает внимание когда присваивает месту название и вот если мы это понимаем тогда мы как-то стоим более-менее прочно ногами вот на этой топонимической почве потому что у нас есть некие ориентиры за что надо зацепиться вот что может быть названием а что не может быть названием вот я поведу такой пример я на секундочку вас немножко перебью я правильно понимаю что не может быть название грубо говоря от балды то есть за все за каждым названием всегда что-то стоит какой-то смысл да не может быть название балды при этом время меняет эти смыслы и экономическая жизнь населения меняет эти смыслы природа меняет эти смыслы здесь очень много составляющих вот смотрите например в кижах было очень долгое время популярно да и сейчас и иногда еще кижские экскурсоводы приводят вот эту этимологию что название острова связано с корейским словом кижат игрище что это такое место древних языческих празднеств и звучит это очень красиво но к сожалению это звучит неправ неправдоподобно с точки зрения вот топонимической науки потому что я могу сказать что вот в нашей картотеке топонимов в институте больше двадцати названий сосновой киж это название озер болот озерных заливов ручьев и ни одно из них не связаны с ни с какими игрищами представляете на болоте ну какие там игрищи зато их объединяет другой признак это те места где растет такой вот мох водяной на дне неглубоких хорошо прогреваемых заливов например вот такой водяной мох своего рода водоросль которая использовалась при строительстве то есть да этот мух добывался нам даже наши информанты в разных местах рассказывали как где-то это были специальные грабли с такими большими шипами где-то это вот такая вертушка на которую накручивать на которую накручивали этот мох вот его значит вот добывали высушивали а потом использовали как ну как паклю да для перекладывания бревен когда строили дома например да под в кижах на кижском острове в северном конце острова есть такой большой глубокий залив который называется муж губа то есть маховая губа и это именно та губа тот залив где этот это растительность по-карейски называется кижи кижин растет до сих пор и именно это была важная особенность с точки зрения экономической жизни населения до острова что там есть этот мух его можно оттуда взять и использовать то есть такая утилитарная практическая значимость место отражается топонимы и вот это очень важно но легенду уже конечно не побороть получается в легенды это фольклор это как бы второй уровень осознания топонимов топонимических легенд масса я бы только сказала вот о чем что кижи как игрища это не легенда это то что выдумано в недрах музея можно ли это назвать легендой это не это не народное это не то что так сказать народное а это то что родилось в недрах музея это немножко другое а легенд преданий всяких действительно про мою родную деревню матросы например половина половина вот мы этим самым подошли к такой очень важной теме фальсификация но это не фальсификация додумывание названий когда рождаются абсолютно странные теории почему но недавно бесовец с этим как-то бороться можно то есть просветительская деятельность как-то это помогает вообще я вообще на самом деле считаю что наша самая главная задача сейчас исследователи области топониме это именно просвещение просветительская деятельность и именно вот для с этой целью мы сейчас делаем топонимический словарь до дева стараемся делать его в таком формате чтобы он был доступен широкому кругу читателей вот поскольку в этом материале есть большая потребность вот я смотрю иногда по сайтам что там пишут по туристическим сайтам что там пишут мне становится горько и обидно до слез потому что там множество всяческих выдумок и фантазий которые на самом деле не звуть от на нет вот это реальное культурное содержание мест топонима и место реальное туристическое содержание богатое этого места сводится просто на нет этими выдумками вот поэтому это на самом деле такой но если хотите это ресурс для республики которые надо использовать вот и наша задача действительно заниматься этой просветительской деятельностью тем более что у людей нас большой интерес к этому люди ведь и это не просто так потому что за этим интересом стоит как бы осознание того я не говорю что всегда но я довольно часто с этим сталкиваюсь люди осознают этот топоним это название это как некий символ их родного места это наши это путь как знак такого местного самосознания это такой бренд этого места да и поэтому действительно ну надо чтобы это было реально реально то что за этим названием стоит другое дело что мы не всегда можем это сказать мы я имею ввиду вот исследователи и наши исследования потому что опять же корни многих названий так глубоки что мы не можем до них докопаться при этом мы должны понимать что у нас карелии название возникнув там где нибудь условно языки самов причем не тех которые живут сейчас там на севере это были здешние местные самые которые говорили на своей разновидности языка то потом она усваивалась вепский язык потом она усваивалась из вепского карельский потом она из карельского усваивалась в русские где-нибудь там вот заняще и каждая это модификация обменяла название так что докопаться вот до этих истоков не всегда удается и это просто по-настоящему всякий раз такое маленькое открытие когда мы понимаем а как возникло это название что за ним стоит вот например такое заняшское название поскольку уж мы о заняще говорили как педре ма да опять же если мы посмотрим где-то на каких-то вот сайтах там есть такое вот объяснение что это если скажу педре педре ма от карельского слова педре ма земля а петре это олень как бы олень и земля но во первых здесь сразу заложена ошибка потому что это не педре ма а это педре ма да это уже совсем другое слово вот а как найти истинные истоки название здесь есть некоторые приемы которыми мы пользуемся вот один прием заключается в том что его надо встроить в ряд подобных вот как кижи мы встроили ряд подобных педре ма тоже встраивается ряд таких она не одна единственная и мы в нашей картотеке найдем до десятка таких педре в карелии карелии они в больше сосредоточены правда в приладожье они есть на сям озере и потом такой такой таким пунктиром доходят до заонежья дальше мы смотрим а что это за места это тоже всегда важно потому что мы уже до усвоили что название в общем утилитарно она отражает какие-то реальные свойства объекта вот так и так и пеглима пеглима стоит на уницкой губе побережье уницкой губы отличаются своей каменистостью скалистостью да каждый кто путешествовал там это знает но есть такое место где прямо к берегу выходят песчаные пляжи и берега и это пеглима и это уже отличительный признак и это позволяет нам увидев что такая же характеристика свойственно и другим местам с этим названием выйти на старое карельское слово пегра пегры которое уже утрачено карельским языком но она сохранилась в виде пегра пегра в восточных финских говорах а восточные финские говоры как известно возникли на основе древнекарельского языка то есть там сохранились еще отгрузки этого старого слова которое у нас из карельских говора пропало и мы можем его восстановить для карельского языка пегры это песчаное место это песчаная земля вот что такое наше пеглима может быть это не так романтично как оленья земля но что такое оленья земля а здесь реально отражение особенностей этого места вот такой вот потенциал ну вот слушая про то что сопоставление ведь есть наверное куча названий где нельзя сопоставить совершенно никакие физические свойства или конечно у нас масса масса названий например образованных от имен фамилии имен прозвища родовых имен патронимов людей массам если мы возьмем название наших населенных мест то это прежде всего вот такого рода название ну да ну всякие фидосова там да конечно эти да и карельские и русские но ведь среди этого получается появляются большие черные дыры когда ты не можешь понять это название было от географического признака или от имени как с такими быть они как-то классифицируются или они оставляются в ящике неизвестные ну конечно я сказала о том что далеко не все так сказать нам понятно и на самом деле даже наверное надо сказать не так надо сказать что очень многое нам непонятно но по мере того как мы как бы понимаем природу этого явления названия по мере того как мы понимаем как они созданы из каких элементов по мере того как мы понимаем их структуру мы все таки приближаемся к тому чтобы отнести их вот в эту группу либо эту группу если мы понимаем что у них например вот такой суффикс как ла в конце ла ну как ребала например да или ребалы или лы там может быть то мы уже может ли сортовала да или что там рядом с сортовала хелиюля ля скелла ля скелла на ла название на ля мы уже сейчас совершенно четко знаем что в основе этих названий всегда лежит имя человека всегда потому что это такой принцип этот суффикс ла он обозначал место место жительства тов Satala людейство сортовала места жительства человека по прозвищу сотова углbs Да хелиюля место жительство человека по прозвищу перью перью тот у которого звонкий звенящий голос например это может быть одна из интерпретаций этого Это, понимаете, ведь тут ещё что, это далеко не всегда христианские имена лежат в основе этих топонимов, этих названий. Это часто так называемые родовые патронимы. Это названия, возникшие ещё в то время, когда официальных фамилий как таковых не было, но рода-то были, и у рода был свой предок, и они знали, что они относятся к этому роду. И это родовое имя, ну, фамилия, скажем так, она существовала. И это очень часто такие вот прозвищные всякие вещи, да, вот этот, или, скажем, Реполя, Ребалы, это род Репо, Репо, лиса, это лисицыны. Никогда бы не подумал, что сортовало это, по сути, Иваново просто на финский манер. Да, только что это не Иваново, а это вот Шортово, это, я об этом писала как-то, у нас даже книжка есть, а топоним эксортовал. Это, что такое Шортово? Это тиран, угнетатель, это жёсткий человек, суровый, вот кто был основателем этого рода, да, и дал потом название этому месту. Ну да, на норвежский манер, гадрик рыжий. А, почему нет, это та же система. Тогда вот ещё современные топонимы, они же всё равно развиваются вместе со всем человечеством. Современные топонимы, они тоже с таким же смыслом закладываются. Они как вообще у нас современные топонимы, или просто используются всё старое? Ой, это было бы замечательно, если бы использовалось старое. Я была бы только за. Потому что на самом деле у нас есть закон. На самом деле у нас есть закон о географических названиях, который, в общем, защищает исторические названия. Вот он, например, защитил наш бесовец. Бесовец. Бесовец – это историческое название. Его просто так, по прихоти кого бы то ни было, какого бы высокого уровня чиновник ты ни был, ты не имеешь права его изменить. Потому что это исторический топоним. Другое дело, если это не название деревни, Бесовец, села Бесовец, а это название аэропорта Бесовец, это другое дело, да, потому что это новый объект, и тогда там может быть и новое название. Вот название улиц. У нас же масса возникает новых названий в городах, скажем, это название улиц. И здесь тоже есть определенные законы. Вот что касается тех названий в центре Петрозаводска, это такой пантеон, начиная от… Советский пантеон. Советский пантеон, да. Коммунистический такой пантеон. Весь вот он тут сосредоточен. В каждом городе один и тот же. Да, но попробуй его, значит, что с ним можно сделать. Дать какие-то новые названия мы не имеем права, потому что с этими названиями можно поступить только как. Можно вернуть старые исторические названия. Вернуть старые названия улицы Лея, проспекту Ленина, там Куйбышева и так далее. Вернуть вот эти старые исторические. Это мы можем. Каких-то новых названий мы дать не можем. Вот по закону. Ну, у нас возникает масса новых улиц и, конечно, новые названия. И они у нас каким образом сейчас делаются? Ведь если вот эти исторические старые названия, они возникали как бы вот в этой народной языковой среде, в народной культурной среде, в народной исторической. Шли снизу. Они вырастали, вырастали. То сейчас они возникают сверху. У нас в городе есть такая комиссия по именованиям и переименованиям, которая обсуждает эти названия этих новых улиц. Вот. И чаще всего это мемориальные названия, да, честь разных-разных людей, чем-то отличившихся. Я не знаю, как к этому принципу относиться. У него есть, конечно, свои плюсы, но у него есть и свои минусы, потому что такие имена обязывают, да, такие имена обязывают содержать эти места в порядке, эти дома в порядке, эти улицы в порядке, да. Вот. А когда мы вот присвоим имя какого-то выдающегося человека, какому-нибудь тупику, переволку, вы понимаете, есть диссонанс, когнитивный диссонанс просто-напросто. Ну да. Ну тут, конечно, вторая сторона медали – это улицы Рябиновая, Цветочная, Малиновая, которых в деревнях, ну не в деревнях, а даже… Это дачные кооперативы. Да. Это название… Ну мне кажется, что там они вполне уместны, они как бы отражают, ну вот, некое умонастроение, некое душевное состояние вот дачников. Мне кажется, что там они уместны. Насколько они уместны в городах, а потом тоже у нас есть Рябиновая аллея, почему бы нет. Я помню, когда строился район Древлянка, была такая идея вообще попробовать называть эти новые улицы по названиям деревьев. Это был бы сразу такой отличительный признак этого района. Мы бы знали, что ага, если это какая-то березовая аллея, то это Древлянка. Ну кажется, на березовой аллее там все и закончилось, да. Это не такой уж плохой принцип на самом деле. Ну вот с городами… Адресный такой, да, там такая адресность была заложена. Ну да, заложено было много чего. Но Древлянка строила сложные времена. Да. К сожалению, по-моему, в 87-е уже было очень… Уже начиналось не до этого всего, не до планирования. А вот с улицами понятно и такими названиями. А вот, например, может ли сейчас в современное время родиться новый бесов нос, вот новый киже, что-нибудь такое народ придумывает. То есть что вы имеете в виду? Что из глубины народа? Да, да. То есть дают ли сейчас такое название? Вот, например, вы живете в матросах, вот люди рождают ли новые топонимы, там дорогу сделали объездную, может ли у нее появиться собственный топоним? Ну вот где у нас сейчас появляются новые топонимы, я не готова сказать про дороги, вот я сказала про улицы, да, у нас появляется название всяких туристических центров, приютов, гостевых домов, вот этих вот туристических центров. И здесь тоже есть вопрос. Вот, скажем, появился, появилась в Петкеранте, появился такое туристическое место, гостевой такой комплекс, называется Длинный берег. Длинный берег. То есть реально люди перевели Петкеранта. Но они перевели это название не в местной традиции, потому что у нас на севере нет длинных, у нас все долгое. У нас долгое озеро там, да, долгое болото, долгий берег. То есть он должен был бы быть не длинным берегом, а долгим берегом. Или вот когда едешь, вот теперь я вспомнила это название Верцеля. Кстати, там в основе карельское Верчи – это мешок. То есть это мешково, да, если мы это так по-русски переведем. Так вот, когда туда, Верцеля, едешь, там есть указательно такое место, как черные камни. Да, такое известное туристическое раскрученное место. Это, по-моему, там, где снимали какие-то недавно фильмы даже. Вполне возможно. Вот. И у меня, как у специалиста по местной топонимии, всегда есть определенное отторжение этого названия. Потому что у нас в Карелии нет черных камней. У нас есть синие камни, у нас есть вороные камни. У нас не черные, у нас вороной. Да, вот у нас. У нас есть всякие вороньи камни. Их много. Они вороньи не потому, что они воронами облюбованы, а потому, что они вороные. Черные, как ворон. А вот это черные камни, это, конечно, в стилистике бриллиантовой руки. Да, собственно, насколько я понимаю, там это и на рекламном щите это выставлено. Вот это новое, привнесенное в Карелию название, которое никак не укладывается в местную традицию. И мне немножко... Ну, мне обидно за Карелию. У нас только есть своего хорошего... Хорошо русский аво оставили русский аво. Замечательно. Да, горный парк этот. И вот так вот, мне кажется, что надо вот эти местные названия, конечно, ну, используя современное слово, актуализировать. Местные названия. Они этого заслуживают. Ну, борьба, я как понимаю, с этим ведется, насколько я помню. Вот из недавних... Я помню вашу лекцию по поводу названий, которые на Росреестре меняются не в лучшую сторону, теряют свое название. Ну, здесь другая ситуация. Здесь ситуация связана с тем, что есть действительно такой официально утвержденный государственный список географических названий Карелии, в который включает 16 тысяч названий. Это, собственно, те названия, которые есть на картах километрового масштаба. Примерно так. И здесь вопрос заключается в том, что, к сожалению, в этом списке есть ощутимый процент неверно записанных названий. Почему эти ошибки возникли? Здесь разные могут быть ситуации. Может быть, когда-то это название люди, которые это записывали, неправильно на слух записали. Может быть, потом, когда какая-то машинистка оформировались эти списки уже давно, когда еще печатали на механических машинках, неправильно напечатала. Да, может быть, потом еще где-то проскользнула эта описка, опечатка. В результате сейчас вот эти ошибочно написанные названия меняются нам в правила. Да, мы должны их обязательно писать так, как они написаны в Росреестре. А там ошибка. И вот мы задаем Росреестру вопрос, а что нам делать? И, как я понимаю, этот механизм по-настоящему не разработан. И, как я понимаю, это проблема не одной нашей Карелии. Я выступала с этим докладом на одном большом топонимическом форуме, когда после моего доклада посыпался просто шквал соответствующих выступлений от представителей самых разных регионов России, особенно, конечно, национальных регионов, потому что там эта беда, прежде всего, выплывает. И мне-то вообще-то представляется, что это должна была быть такая большая национальная программа. Надо привести это в порядок. Вот сейчас то, что мы в Карелии пытаемся, какие-то шаги предпринимать. Я вижу, как это сложно, как сложно этот механизм заставить работать. — Это всё большая бумажная волокита. Ну и потом это будут ещё и конечные деньги. Мы же понимаем, да. Это же побечёт за собой. — Ну да, знаки уже напечатаны. — Знаки уже сделаны. Да, но благо ещё... Я вот как раз думаю, что по мере того, как Карелия осваивается, например, туристически, те названия озёр там небольших, которые там в Туне спокойненько себе лежали и никого не беспокоили, ошибочно написанные, ну и бог с ними. А теперь-то они включаются вот в этот вот туристический маршрут и оборот, и возникают вот эти ошибки на указателях, в каких-то проспектах, и их начинают употреблять неверно. — Насколько бизнес вообще прислушивается к топонимистам на исправление ошибок? — Пока я не вижу такого интереса. — То есть мы по-своему живём, а не по-своему? — Да, мы живём как две отдельные планеты, и это очень жалко, потому что я понимаю, что это и наша вина. Конечно, вот мы начали с вами с того, что нам надо заниматься просвещением. И, конечно, нельзя сказать, что мы этим не занимаемся. Я уже не первый год веду, например, программу на телевидении. Не первый год. Но, может быть, беда в том, что это национальная редакция, это прежде всего для такой вот национальной аудитории. До этого я не один год вела такую рубрику в газете «Аргументы и факты» нашей карельской… — Нашего филиала. — Нашего филиала, да. Сейчас вот газета как-то прекратила, не проявила больше интереса к этой рубрике. А на самом деле вот… И я понимаю, что, конечно, нужно разрабатывать какой-то такой электронный интернет-ресурс, где бы вот отвечать на эти… Вопросы поступают мне на контакт не в той неделе, чтобы люди не спрашивали. Конечно, вопросы поступают. Но вот эти вопросы поступают от людей заинтересованных. Они не поступают от бизнеса. Бизнес пока такого интереса нет. Он, может быть, не понимает, что это на самом деле ресурс для развития того же туристического бизнеса. Ведь это можно раскрутить. За этим названием стоит многое. За каким-то названием тем же… Ну пусть это будет Верцеля, стоит история длинного-длинного рода. И за многими другими. И эту историю можно поднять. У нас есть довольно большие документы за последние 500 лет, по крайней мере, ее можно поднять и раскрутить. — Ну да, большой простор. — Другое дело, что у нас мало человеческих сил на занятия топонимикой. Но мы понимаем, что это очень большой ресурс. И за этим было бы будущее, если бы это раскрутить. — Ну это вопрос курицы и яйца. То есть, по сути, если нет запросов, зачем нужен топонимист? Если есть запросы, можно уже отчитываться о том, что есть потребность у людей искать большее финансирование проекта? — Я не согласна с тем, что если нет запроса, то нет исследования. Это не совсем… — Нет финансирования, я бы даже сказал. — Нет финансирования. Да, но вы понимаете, запросы есть разные. Мы сейчас говорим о запросах таких чисто практических, да. Но запрос научный, он был всегда, да. У нас наша наука в России, ну, когда я говорю всегда, я, наверное, преувеличиваю, наша наука в России у нас начала развиваться по-настоящему в 60-е годы. Так что ещё не так давно, нам ещё даже 100 лет нет. Но начиная с 60-х годов, конечно, стабильно, потому что как раз как научный ресурс это понятно, потому что это история языка. Это история места. Топоним — это такое явление, которое возникло на стыке как бы трёх составляющих. Язык, история и география. И в равной степени эти три составляющие спорят, кому этот предмет топонима в большей степени принадлежит. Ну, сейчас, кажется, приоритет за языкознанием, потому что это всё-таки слово, и оно функционирует по законам слова. Другое дело, что если не понимать вот этого исторического фона и условий, и географического, то ты ничего не сделаешь. Это обязывает. Ну, как и большинство исследований, это всё-таки междисциплинарное получается. И в этом сила как раз этой науки, её междисциплинарности. Спасибо вам, Ирма Ивановна, за увлекательный рассказ. Я надеюсь, что... Ну, я очень много нового узнал. До новых встреч! Спасибо! И вам тоже.